Русские новости В результате нападения Севаконенко получил ранение в руку, а также его помощник получил ранение в шею. На месте нападения полиция ДНР осуществляет следственные мероприятия. 15 июля утром также в столице ДНР был взорван автомобиль секретаря главы ДНР Елены Филипповой. Интересное сообщение от Алексея Живого, который возглавлял движение «Битва за Донбасс», но недавно отрекся от какой-либо связи с этим движением и объяснил почему. «Битва за Донбасс в контексте современных политических реалий потеряла свою актуальность. Мы совершенно бессильны как-либо облегчить жизнь дончан. Действия, совершенные сотрудниками спецслужбы, следователей против меня в апреле этого года, можно однозначно квалифицировать как пытки и силовое давление. В связи с этим, а также с пониманием совершенно бесперспективности от искания истины в суде, в том числе и в суде присяжных, я всерьез опасаюсь за свою свободу и безопасность. При этом я никогда не переходил границы закона или разума. Мне и моим друзьям дали понять, что поддерживать Россию и президента по доброй воле занятие опасное, поэтому я больше не могу быть представителем чьих-либо интересов. Работать на благо Отечества мне не дают, а против него я работать не желаю». К прискорбию Алексей Иживов собрался работать также и в поддержку президента Российской Федерации, или того человека, который так себя называет. Может быть, это завело его в тупик, и он не знает теперь, как послужить Отечеству, не обслуживая интересы вот этой воровской олигархии во главе с Владимиром Путиным. Я надеюсь, что он все-таки найдет этот путь, найдет понимание того, как можно помогать русским людям, не поддерживая олигархический режим. Но само по себе уже симптоматично, что человек, отдавший немало сил для того, чтобы поддержать ополченцев Донбасса и руководил движением «Битва за Донбасс», решил отказаться от этой миссии, от этой роли. Ну, это и логично в условиях, когда так называемый слив Новороссии стал уже абсолютно очевиден, и сговор между кремлевской олигархией и олигархией во главе с Порошенко абсолютно стал ясен всем, кто хоть маломальски наблюдает за ситуацией в Новороссии и в целом в России и на Украине. Русское движение очень ослаблено и без того, а летом вообще почему-то русские люди считают, что жизнь прекратилась в России должна быть в полной мере отдана отдыху, отпуску, расслаблению. Не знаю, чем там еще занимаются огороды, вроде уже никто не копает, дома никто не строит, потому что не на что, за рубеж не ездят, потому что денег нет. Чем занимаются люди, почему они рассеялись и разбежались из русских организаций? Может быть, вот только в Волгограде теплится жизнь, там прошел митинг памяти Николая II, его убиения изуверами, которые хотели гибели России и русского народа. Аналогичный митинг прошел в Москве, и здесь численность участников очень небольшая, но это также связано и с тем, что инициаторы митинга очень пугливые и не взаимодействуют в обычном режиме с другими патриотическими, национально-консервативными, националистическими организациями. Они пугают с каждого куста, и сейчас вот тоже представители партии Великой России приняли участие в митинге, но слово им дали в самом конце, последнее выступление Константин Иванович Ершков у нас произнес. Видимо, вот те, кто организует подобные митинги, пока еще не пользуются достаточным авторитетом и не имеют достаточного понимания, с кем нужно взаимодействовать, с кем обязательно, с кем не обязательно, с кем вообще не нужно. Я тоже как-то сомневаюсь, что с некоторыми из тех, кто проводит митинги против большевизма или за вынос тела Ленина из мавзолея, можно и стоит взаимодействовать, при том, что декларируются совершенно правильные установки, но люди оказываются совершенно неправильными, неготовыми к конструктивному сотрудничеству, к уважению мнения других, к стремлению достигнуть хоть каких-то результатов и в целом участвовать в русском движении, не по одному какому-то вопросу, вынести Ленина. Да кого это интересует? Вынос Ленина, снос мавзолея. Это пустяк, это следствие. Русская власть это произведет в одну ночь, не будет просто мавзолея и Ленина где-нибудь захоронят в горках или там на каком-нибудь кладбище. Не важно, это не важный для нас вопрос. Для нас важный вопрос – русская власть. С теми, кто противодействует, пытается сражаться с большевизацией русского общества, мы готовы были бы взаимодействовать, но эти люди видят свою задачу только в критике большевизма, а в критике ныне действующей власти, которая наследует большевизм целиком и полностью, иногда просто в деталях, и сейчас просто восстанавливает ленинский госкапитализм. Они почему-то взаимодействовать по таким вопросам не могут. И, видимо, все время оставляют себе шанс заглянуть в глазки власти, найти там какую-то благосклонность, получить, может быть, какие-то гранты и продолжать свою деятельность на те подачки, которые будут с барского стола одных. Это, конечно, неприемлемая для нас позиция. Если мы создаем русское движение, если у нас есть много разных организаций, то они все должны включаться в работу. Да, по тому профилю, который не соответствует их названию, они, может быть, где-то будут в стороне или будут как наблюдатели. Но если в целом мы собираемся, там, антибольшевистский митинг, ну, тогда надо создавать серьезный оргкомитет, надо приглашать туда многие организации, надо предоставлять им возможность контролировать то, как будет проходить это мероприятие, где оно будет проходить, как будут подаваться заявки, планировать какой-то цикл мероприятия. А то получилось так, против большевизма выступили, галочку поставили, отчитались и разошлись. На этом все закончилось. Выглядит это не очень хорошо. Кроме того, левые ведь тоже не сидят на месте, они пытаются внедриться в русское национальное движение и развернуть его снова куда-то к каким-то большевистским революциям, которые будут называть левыми или коммунистическими. Будет это русский коммунизм, русский социализм. Нет такого, не может быть русского социализма, русского коммунизма. Русский может быть только национализм, национал-консерватизм, национал-патриотизм, но социализма и коммунизма русского быть не может, потому что там основа интернационализм и уравнивание всех со всеми, уравниловка так называемая. Это не свойственно русской цивилизации, вообще традиции любого народа это не свойственно. Все эти идеологические направления предполагают ликвидацию традиций, борьбу с традицией. Поэтому коммунизм, социализм, либерализм – это все в стороне. Те, кто хочет следовать традиции, восстанавливать Россию, такой, как она была, какой она должна быть, это люди, следующие традиции, уважающие историю нашей страны, знающие, что из этой истории можно взять для современного исторического творчества. Вот основа для единства. Давайте мы в этом направлении стремиться сплачивать силы и создавать какие-то совместные программы, декларации, выступать вместе по каким-то конкретным вопросам, в частности о перезахоронении Ленина, сносе Мавзолея, о опасности большевизации России и российской власти. Вновь на это некоторые симптомы указывают. Левые ведь бывают вот какие. Русский национальный фронт давно стремился выступать по социальным вопросам совместно с теми силами, которые способны идеологические вопросы оставить, идеологические темы оставить за скобками. Но практика показывает, что это получается далеко не всегда. Организация Моссовет пригласила представителей РНФ поучаствовать в подготовке акций, посвященной снятию льгот для подмосковных пенсионеров по проезду в Москве. И тут же нашлись леваки вот с такими установками. Я цитирую. Национальный фронт какой национальности? У нас название прямо есть. Русский национальный фронт, поэтому понятно, какой национальности. Любая организация с приставкой национальной автоматически выбывает из состава левых и переходит в разряд фашистских. Уж из разряда левых точно, но в разряд фашистских. Это извините. Фашистская организация была изначально левой, левацкой, можно сказать, потом, из которой трансформировалась, приняв на себя, я имею в виду итальянский фашизм, приняв некоторые консервативные установки, потом левизна отошла в сторону. Изначально, извините, фашистское движение было левым. С национальным фронтом сотрудничать нельзя. Это наш враг, враг коммунистов. Как бы он ни раскрашивался, во что бы ни одевался. Национализм – первый основной признак фашизма. Об этом никогда нельзя забывать. Глупость подобных людей, их необразованность, знание истории, незнание политической философии, идеологии, в целом полное непонимание реальности, в которой люди живут, приводят вот к таким выводам. Национализм – это особенное отдельное течение, которое может существовать в любой нации. Для национализма нация – это первейшая ценность. Для коммунизма – это фантазия о том, что будет потом, когда все подровняются, все выровняются, государств не будет, нации, национальности не будет, и неравенства между людьми не будет. Это сказка. Такого не будет никогда. Национализм это хорошо знает. Потому что в национализме понимание истории, понимание консервативной ценности, где есть и неравенство, естественное неравенство, который продвигает общество вперед, предполагает преимущество лучших, предполагает поддержку слабых, а если все одинаковые, кого же поддерживают, тогда вообще никакой социальной политики не будет. В общем, все эти бредни, конечно, очень мешают людям сплотиться вместе, и людям в голову вворачивают шурупы идеологические, что они левые, что они коммунисты, что они социалисты. Они должны быть прежде всего русскими людьми, и тогда вся идеологическая шелуха отлетит в сторону, и никому не будет интересно, и никто не пойдет в эти левацкие организации, они просто умрут естественным путем. О грехе в системе, которая нас мучит. Весной общественное движение «Защитим Севастополь» начало митинг, о проведении которого уведомила администрацию. Полиция митинг разогнала, а Василия Федорина, организатора, суд первой инстанции оштрафовал. Но апелляционный суд отменил это решение, отправив дело на пересмотр. 13 июля суд Ленинского района Севастополя постановил закрыть дело об административном правонарушении в связи с отсутствием события и состава правонарушения. Еще есть в Крыму честные судьи, которые прекрасно понимают, что у нас уведомительный порядок проведения любых общественных акций. Поэтому, если мы уведомили, это является основанием для того, чтобы мероприятие проводилось. А полиция должна защищать, охранять это мероприятие. Администрация должна создать условия для этого мероприятия. У нас везде по стране прямо противоположная ситуация. Любыми средствами стараются сорвать мероприятия. Полиция участвует в подавлении всякой общественной активности. То есть является антисоциальной, антигосударственной структурой. Поздравляю, господин Колокольцев, под вашим руководством. Вы продолжили просто дело господина Нургалиева и предшествующих всех лиц, которые возглавляли МВД. Это просто репрессивная система, которая враждебна всем нам, русским людям. И не называйте себя социальной группой. Вы не социальная группа. Вы группа преступников. Группа преступников в погонах. Вот что такое на сегодня полицейские силы. Они действуют против общества. Потому что начальник сказал, у них митинг не согласован. Митинг со стороны организаторов мероприятия не должен быть согласован. Достаточно уведомления. Дальше идут технические подробности. Где, как разместить, как встать, как. Это все дело техническое. Полиции, полицаям тут делать нечего. Господин Колокольцев, вашим подчиненным нечего делать на митингах. Если нам нужно, мы сами себя защитим от всяких проходимцев и от какого-либо силового воздействия. А вы нам только мешаете. А мешаете, потому что исполняете не закон, а приказание своего начальства. Путина, Медведева. Нам уже это совершенно все равно. Главное, что ваша деятельность противозаконна. Ну вот, слава богу, в Крыму еще есть честные судьи. Ну, видимо, судью, который принял решение, или судью Ленинского района Севастополя, наверное, скоро уволят. Потому что, ну, как-то это все не укладывается в общую систему подавления политических репрессий, который стал нормой в действиях властей всех уровней и правоохранителей всех уровней. 6 июля стало известно, что Герман Стерлигов, который считается одним из первых российских миллионеров, переехал на Горный Карабах. Он подтвердил, что это связано с делом боевой организации русских националистов Борн, в котором его якобы хотят допросить. Бизнесмен сказал, что информация о его связях с Борн впервые была озвучена адвокатами. Российский бизнесмен Стерлигов заявил, что бывший первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, помощник президента России Владислав Сурков, до 2011 года реально руководил страной. Он рассказал об этом 13 июля на пресс-конференции в Карабахском городе Шуша. По его словам, даже когда на президентских выборах 2008 года Путин предложил выдвинуть в качестве кандидата своего соратника, в то время заместителя председателя правительства Сергея Иванова, это было отменено. Я думаю, что далее Стерлигов начинает расписывать о том, как он что-то слышал, какое-то выступление, что в 2011 году Сурков решил поддержать болотный протест и где-то там говорил о том, что будет смена власти, поддерживаю восставший народ, сколько можно терпеть. Я думаю, что Герман Стерлигов просто по простоте душевной услышал передачу с выступлением какого-то другого человека, явно не Владислава Суркова. Но сейчас он преподносит это, как будто он слышал такие откровения, которые теперь скрываются. Я думаю, что Сурков это плоть от плоти этого режима. Да, он играет на всех площадках, как человек ушлый, он и с либералами, и с антилибералами, он и управляемый русским национализм эту программу разворачивал, внедрял в наше движение предателей и проходимцев. Он занят всем, он занят всем на свете. И его главная задача это удержать олигархию власти. Конечно, Путин для него не самое главное. Но зачем ему ссориться с Путиным? Абсолютно невозможно было и не ссорился он, я в этом абсолютно уверен. И Стерлигов просто ошибся. То, что он уехал в связи с тем, что якобы на его фазенде где-то там тренировались боевики Борна, это тоже липа. Потому что вся история с Борном это выдумка правоохранителей. Это показания, выбитые под пытками. И не надо говорить, что там Никита Тихонов всех сдал, там все это вранье. Там людей пытали, там создавалось психологическое воздействие, там принуждали главу этой организации Илью Горячего, которую недавно осудили судом присяжных, все там он на долгие годы останется в заключении. И это все является спецоперацией кремлевской группировки, которая сама создает вот эти точки сбора русской радикальной молодежи, а потом накрывает их и с триумфом провозглашает. Вот мы накрыли, тут бандитская группа. У вас бандитская группа, это вся чеченская администрация. Так накрывайте ее, что же вы медлите? А здесь вот произошла такая история. Поэтому я думаю, что мой комментарий к выступлению Стерлигова состоит в том, что он ошибся, а его связи с Борн – это тоже выдумка. И может быть он здесь слишком бдительно отнесся к тому, что происходит. И он сказал, поскольку в дело включилась Федеральная служба безопасности, тогда вот предотвратили кровавые события. А теперь он якобы готов приехать снова в Россию, дать какие-то показания. Не стоит, не стоит, потому что снова будут выдумки, снова будут фальшивые материалы, будут так называемые разводки за тюремной решеткой. Это очень просто, ведь человека посадить в тюрьму, а потом начинать его прессовать. Прессовать по разным направлениям. Заражать его какими-то болезнями, как это было с Николаем Бондариком. Пытать, как Никиту Тихонова. Угрожать, расправиться с родственниками. Ну не знаю, вот была информация о том, что целая система существует подавления русских националистов через давление на их родственников, которых просто выгоняют с работы. Такая система, и к ней причастен Институт этнологии и антропологии, где как раз этим занимались, противодействие этническому экстремизму, под которым понимался здравый политический русский национализм. Очень шумная возникла история в связи с выступлением прокурора Крыма Поклонской, который испытывает какое-то теплое чувство к династии Романовых и к убиенному изуверами государю императору Николаю II. Было сказано, что отречение юридически ничтожно. Все, кто видел эту бумажку, давным-давно уже знают, что не было никакого отречения. Николай II от престола не отрекался. Никакой передачи своему брату он не осуществлял. Его брат был дезинформирован, но тоже отречения от него не было. Был только разговор о том, что учредительное собрание должно определиться с формой правления, а там Михаил должен был принять или отклонить то предложение, которое могли сделать как наследнику престола. Он ошибался, потому что тоже попал в эту спецразработку, которая готовилась врагами России внутри страны и за пределами страны. Что такое отречение? Кто-нибудь видел эту бумажку? Вот благодаря Поклонской, наверное, многие поинтересовались, посмотрели, что такое отречение. Это не отречение, это просто бумажка, на которой написано в Генеральный штаб. А что направляли в Генеральный штаб? Ну, разные резолюции, разные обращения к войскам. Так вот, весь текст отречения, так называемого, представляет собой несколько частей. Одни части связаны с обращением к войскам, а кусочек вставлен об отречении. Якобы государь император отрекся. На самом деле, просто заговорчики подсунули в бланке телеграммы одну страничку. Эта страничка потом была распечатана, опубликована. В уголке там карандашом кто-то воспроизвел подпись Николая II. Это очень несложно было карандашиком там в уголке, скромненько, потому что, видимо, за это могли и голову оторвать, и боялись. Боялись, в том числе и того, что придется потом ответить за все. Как боялись и убийцы Николая II и всей его семьи. Боялись ответственности и заметали следы как только могли. Скрывали все обстоятельства, скрывали место захоронения, фальсифицировали документы, там записка Юровского была фальсифицирована, и так далее, и так далее. То есть история продолжается, и сокрытие истины говорит о том, что и нынешний режим в этом участвует. Борис Немцов в этом участвовал активно, как глава Госкомиссии по захоронению Екатеринбургских останков. Нет уже Бориса Немцова, остались его единомышленники и те, кто продолжает всю эту историю, продолжает скрывать от граждан истину. А истина простая. В феврале состоялся захват, в феврале 1917 года состоялся захват государственной власти. Временное правительство было захватчиками, путчистами. Не было легитимной власти. Затем этих путчистов свергли другие путчисты. Большевики, которые финансировались генеральным штабом Германии, и которые мечтали только об одном – вывести Россию из войны, и тем самым обеспечить себе возможность победы. Но сами нарвались на революцию, никакой победы не было, был Версальский мир. Так вот, два путча. А потом третий путч был в 1991 году, когда был распущен Советский Союз, и у тех узурпаторов следующие узурпаторы украли власть. И отсюда мы делаем вывод, что нынешние трижды узурпаторы сейчас управляют страной, не имея никаких юридических оснований. Вот в чем загвоздка, вот в чем причина сокрытия правды. Сокрытие исторической правды о так называемом отречении, а также об убийстве Николая II. Многие из тех, кто не знает истории, кто привык ненавидеть Россию, особенно из так называемых леваков, на уши либералы и подавно, считают, что царский режим был вот ужасен, все голодали, все там были угнетены эксплуатацией человека человеком. И весь этот бред из советских учебников сейчас снова вывалился на страницы интернета, где обсуждали вопрос и хихикали над Поклонской, которая совершенно права, которая рассказала ту истину, которая давно известна уже исследователям, историкам и всем, кто интересуется вопросом, потому что опубликованы фундаментальные труды на эту тему. Все уже ясно, все уже ясно. От нас остается только сделать выводы об узурпации власти. Образованщина всегда ищет, почему бы ей ненавидеть историческую Россию. Ненависть к монархии среди образованцев и неучей носит иррациональный характер, который происходит из ненависти к власти вообще. Монархию очень удобно ненавидеть, потому что это никто экстремизмом не обзовет. Русофобствовать, поливая грязью русских государей, совершенно безопасно. Некоторым оппозиционерам даже кажется, что грязь советских учебников вполне подходит, чтобы ею бросаться в нынешних кремлевских так называемых монархов, хотя они к монархии не имеют никакого отношения. Это не монархия, это просто узурпация, авторитарная власть проходимцев и самозванцев. А монархия никогда не бывает самозванства, она всегда опирается на традицию. Между тем, нынешняя власть в России во всем противоположной русской монархии, во всех деталях противостоит и является инструментом уничтожения какой-либо связи между Российской Федерацией и Российской Империей. Ведь до сих пор нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что Российская Федерация правоприемствует от Российской Империи. Напротив, есть документы, которые опровергают это преемство, то есть к Российской Империи, Российской Федерации не имеет никакого отношения. Это якобы новое государство. Новое государство, учрежденное самозванцами. Ну, коль скоро это самозванцы, то их надо прогнать и вернуть то государство, которое у нас было. Монархия, конечно, не панацея, которую надо немедленно впихивать в нашу жизнь. Для этого должны быть определенные условия. Хотя монархия при определенных обстоятельствах может быть восстановлена в России хоть завтра. Торопиться с этим было бы профанацией. Не Путин уже провозглашать монархию. Надо не монархии спасать Россию, а готовить Россию к монархии, к традиционному образу правления в нашей стране. Традиционному и многовековому оправданному нашей традицией и менталитетом нашего народа. Лучше легитимная монархия, основанная на законе, чем самозванцы, которые творят все, что им вздумается в России, и фактически отправившие Россию в топку, если не мировой революции, как хотели большевики, то в топку олигархического произвола, от которого Россия просто рассыпается на глазах, уничтожается и ликвидируется сам русский народ, основатель и носитель российской государственности. В мутной жижи ставить трон невозможно. Это профанировать идею монархии. Поэтому существует переходная стадия к монархии, национальная диктатура, которую писал Иван Ильин. И в ходе этой диктатуры страна очищается от измены и возвращает народу знания своей подлинной истории. Призвать монарха может только земский собор. Именно призвать, а не выбрать, как некоторым очень хочется, кто считает, что Путин это монарх, просто избранный. Не бывает избранных монархов. Для призвания необходима законность. Трон может занять лишь тот, кто имеет на него право по законам о престол наследии. Они весьма основательны и очень точно определяют порядок очередности. Судить же о том, кто сегодня мог бы занять престол опрометчиво, здесь же правовая традиция должна вернуться, как традиционное правосознание, без которого земский собор превратится в сборище нардепов. По этой же причине я утверждаю, что путь к монархии может быть только через русский национализм. Националист, если он имеет представление о своей стране, не может не быть монархистом, поскольку монархия – наилучшая форма правления. Это было известно еще Аристотелю, Платону и всем последующим исследователям понятия государства и смысла власти. Это очевидно из нашей истории также. Монархист же, если он не сводит свою деятельность к имитациям прежних исторических реалий, не может не быть националистом. Иначе весь его монархизм – это клуб по интересам, далекий от судеб отечества и от вопросов, которые стоят сегодня перед русской нацией. Вовсе не обязательно, чтобы весь народ пропитался идеями монархии. Это, наверное, не произойдет уже никогда. Но без совокупной воли всех социально-профессиональных групп монархию вернуть невозможно. Это вовсе не представители народа, а лучшие из народа, разумные от народа, которые определяются не выборами и не вахханами избирательных кампаний, а перебором, выявлением тех, кому можно доверять, чья позиция отражена в биографии, а не какими-то обещаниями что-то там сделать для избирателей. Если лучшие люди будут монархистами, то будет и монархия. Если просвещенный ум будет соответствовать пониманию, которое заложено в сокровищницу мировой культуры, то наиболее достойные будут непременно монархистами. А недостойных и спрашивать не надо. Точно так же не обязательно всем обратиться к православию. Некоторые говорят, вот будет православная Россия, тогда Господь Бог даст нам монархию. Нет, это не так. Формальное православие и так в Российской Федерации в моде, поскольку имитация православия постоянно демонстрируется антиправославной властью. Для перехода к монархии достаточно будет, чтобы во власти были православные люди. Что до народа, то народное православие в совестной жизни, свойственной подавляющему большинству русских. Не зная ни строки из Писания, русский человек прекрасно понимает, что такое жить по совести, по-человечески, по-божески. Подавляющее большинство так и живет, хотя многим это и незаметно. Но на виду оказываются как раз люди, живущие не по совести, антиправославные люди или неправославные, не понимающие ценности православия. Мы слышим и говорим в основном о них, их показывают по телевидению, а русских православных людей почти нет. Поэтому кажется, что все пропало, что история православия на Руси закончилась. Это не так. Власть действительно антиправославна, как никогда. И возвращение России к самой себе означает, что вместо этой будет другая власть, совершенно другая, которая от нынешней власти не приемлет ничего. А преемственность свою продолжит от Российской империи, как раз прежде всего от Российской империи. И в порядке континуитета она примет от Российской империи то, что сделала Россию великой державой, а русских носителей великой культуры. Кто Николая Второго убиенного вместе с семьей называет Николашкова, у меня вызывает желание сразу определить его в такой раздел «моральные уроды». Но представьте себе, человека убили совершенно беззаконно, без какого-либо суда, без какой-либо вины. И убили не одного, а вместе с его детьми, вместе с его женой. Это массовое коллективное убийство было. По произволу произведенное. Ну нет нигде, ни в одном праве такого, чтобы убивать коллективно целую семью. И вы, даже те, кто не монархисты, даже те, кто не любят Российской империи, кто не любят России, как вы можете испытывать удовлетворение от чудовищной казни, которая состоялась в 1918 году? Как можно одобрять вот этот поступок чудовищный, зверский? Ну это то же самое, что одобрять там массовые казни, массовые расстрелы большевиков. Тогда вы, кто консолидируется с этой большевистской властью, вы просто враги России и русского народа. Если вы морально позволяете себе одобрять такой поступок, который произошел, вот это чудовищное зверство в Екатеринбурге, в Ипатевском доме. Я думаю, нормальный русский человек просто прекращает всякое общение с теми, кто испытывает удовлетворение от кровавой казни. Должен прекратить общение. Или он просто не русский. Я предлагаю всем нашим союзникам, соратникам, всем, кто понимает моральный аспект этого преступления, просто прекратить общаться с человеком, который хотя бы раз допустил столь гнусное высказывание в адрес Николая II, обозвал его Николашка, Николай Кровавый, там и всякие эти эпитеты большевиков, которые были сами просто убийцами. Просто убийцами, которые истязали русский народ и миллионами клали его в землю по произволу. Просто расстреливали, убивали лучших русских людей за то, что они лучшие. И за это, конечно, не будет им никакого прощения. И именно поэтому с коммунистами нельзя иметь никаких дел. Они являются продолжателями дела большевиков, продолжателями тех, кто убивает, истребляет русских людей и уничтожает Россию. Если кто-то это не понимает из коммунистов, значит, просто мы с ним не общаемся до тех пор, пока у него в голове, наконец, не созреет здравая русская идея. И тогда можно будет о чем-то с ним говорить. Пока никакого общения вообще не должно быть. Ни бытового, потому что это аморальный тип. Это аморальный тип, с ним не может быть ни бытового, ни политического общения. Долой всех этих коммунистов-большевиков из нашей жизни. Пусть живут своей сектой. Мы с ними не должны иметь ничего общего. Ничего общего. Это нерусь или вырусь, как теперь принято говорить. Это те, кто по роду племени русские, но отрекся от русского имени. Это выруси. Так и называют их выруси. Коммунистические выруси. Или неруси, если они принадлежат к иному народу и поддерживают коммунистическую доктрину. Такие же неруси и среди либералов, но о них даже и говорить не о чем. Кто говорит о слабом царе, тому нужно что-то объяснять, если у него не заштампованные советской пропагандой мозги. Если он в состоянии употреблять историческую информацию и готов к тому, чтобы принять в свою голову истинное знание о русской истории. Но тут тоже бывают закоределые русофобы. Им надо ненавидеть Россию, поэтому они объясняют себе, по какой причине их ненависть обоснована. Либо цари слабы, либо крепостное право, либо жили впроголодь. В общем, живут эти люди во вранье, хрюкают и радуются своей неуязвимости, неподверженности, правде и справедливости. Постыдное состояние. Постыдное. Я всем говорю, кто клевещет на Российскую империю, кто повторяет зады советских учебников, тот, конечно, по мировоззрению нерусский человек. И постыдность находится в постыдном состоянии постоянного вранья, постоянной клеветы на свою собственную страну. Все эти люди – это продукт путинской эрефии, где образование и вся информационная среда продолжают дело большевиков. Воспитание россиянцев, совков, русофобов, людей, не знающих своей истории и с особым смаком транслирующих клевету Российской империи и великих русских государях. Нам из этой неправды надо выходить. Надо выходить всему народу и каждому человеку в отдельности. Надо изучать русскую историю, надо понимать, что самая славная русская история – это XIX век, взлет культуры, взлет исторического творчества русского народа, взлет государственности, русские победы. Без русских, без русских государей ни одна пушка в Европе не стреляла. Это было величайшее государство, и прогноз его развития был впечатляющим. «Как пел Тальков, из темной глубины веков ты поднималась и с Полином». Но кому-то надо было сорвать этот подъем, и эти люди нашлись. И наследники этих людей сейчас продолжают клеветать на русскую империю. Нам надо вернуться в нее, в то состояние, которое сейчас возможно на современном этапе не буквально повторить, но вернуться в Российскую империю, вернуться на свою родину, вернуться в своих мыслях, в своих интеллектуальных политических установках. И тогда будет она, будет она, Великая Россия, и будет в России монархия, будет в России империя. И мы снова вернемся к тому, что нас будут уважать по всему миру и стремиться жить в России, быть в друзьях с Россией. Ну, а врагам мы сможем дать достойный отпор.